Мне хотелось бы в первую очередь передать первосвятительское благословение Святейшего Патриарха Московского Сеаруси Кирилла, который является нашим правящим епископом, тот, кто непосредственно является ходатаем о нас пред престолом Божиим. О ком я прошу, наверное, попросить, прошу вас вознести молитвы об его здравии, долгоденствии, чтобы Господь всегда покровительствовал ему в любых обстоятельствах, которые преподносит ему эта мимо текущая жизнь и все те искушения, которые бывают у нас, к сожалению, чтобы Господь даровал мудрость и терпение. Сегодня совершается память святителя Алексея, митрополита Московского, и ваш приход имеет честь под подкровительством святителя Алексея, который действительно 100% русский святой, которому судьба Отечества была небезразлична, поскольку то время, когда он жил, это время было особое, когда татары-монголы постоянно одолевали Русь, а потом и междоусобные войны были всегда. Он был свидетелем жизни преподобного Сергия Радонежского, и он был его ближайшим другом, и они оба, в общем-то, являлись такими двумя подвижниками, на которых в то время держалось наше Отечество. Благодаря их просто, наверное, такой вот скромной деятельности и благодаря их простой духовной жизни. Народ смотрел на этих подвижников, и каждый по-своему видел в них действительно образец святости, образец подлинного служения Церкви Христовой. Этот храм в честь святителя Алексея, я думаю, что не зря так назван, поскольку святитель Алексей, чудотворец московский, был и небесным покровителем покойного святейшего патриарха Алексея II и Алексея I, который был до Алексея II. И эти оба святейших патриарха также воплотили всю жизнь святителя Алексея Чудотворца в своей жизни уже в другое время. При святейшем патриархе Алексея I церковь немного взбодрилась, немного получила вдохновение, но тут же и получила различные искушения ввиду смены власти. И церковь находилась не в таких сильных гонениях при святейшем Алексею I, но тем не менее находилась в неком таком замороженном состоянии, когда не разрешалось и молодежь привлекать, не разрешалось и крестить младенцев, ибо за все это приходилось священнику в то время дать ответ перед светскими властями, а может быть, какие-то штрафные санкции применялись. Но тем не менее, патриарх Алексей I сохранил дух мирности с властями, и благодаря этому духу мирности церковь Христова, тем не менее, не терпела слишком сильных гонений, доходивших до мучения. Ибо вот читаешь письма патриарха Алексея I в Совет по делам религий, то убеждаешься в его действительно мудрости, скромности и дипломатическому таланту, которые он имел. Патриарх Алексей II, святейший, он жил в то время, когда церкви дали возможность возрождаться, но, тем не менее, смутное время было, 90-е годы, и церкви Христовой тоже пришлось тяжело в это время, ибо необходимо было сохранить все то, что было нам передано, сохранить так, чтобы это не только было просто памятником для людей, но и эти памятники, имея в виду храмы Божии, которые передавались в больших количествах, имели бы жизнь литургической, чтобы в них собирались прихожане. И при святейшем Алексее II увеличилось количество приходов и приходов действительно живущих, полноценных приходской жизнью. Появилось очень много достойных пастырев, пастырей Церкви Христовой. А ныне при святейшем патриархе Кирилле все то, что мы умножили, теперь святейший патриарх Кирилл пытается сохранить и приумножить, и в общем-то сделать все так, чтобы все соотносилось с тем духом времени, от которого мы с вами ушли, именно Церкви Русской до 1917 года. Поскольку те постановления Поместного Собора 1917 года, которые были приняты на этом Поместном Соборе единственном общественном органе в 1917 году, который мог от лица общественности говорить власти те или иные правды и неправды для их обречения, которые показывали общественные органы, то поскольку после 1917 года пришло то лихолетие, когда Церковь была гонима, то все те постановления Собора 1917 года не были воплощены в реальность. И сейчас мы в общем-то вернулись к 1917 году, к 1917 году мирному, к 1917 году, который желал блага Церкви Христовой. И эти эпохиальные реформы, которые сейчас воплощаются патриархом Кириллом, имеют действительно хорошее под собой основание и плоды уже видны. Когда увеличилось количество епископата, когда увеличилось количество епархий и архиерей, до то ли являющийся своего рода небожителем, теперь становится тем человеком, который действительно живет со своей пастой, со своими пастырями, клириками и постоянно находится в тесном общении с ними. Я хотел бы в день памяти святителя Алексея, чудотворца, пожелать бы всем той великой мудрости, которой он обладал, пожелать бы той крепкой веры, которую он имел, и той любви к Отечеству, которую он всегда хранил в своем сердце, до памяти смертной. Всех вас поздравляю с праздником, помощи Божией, знаю, что завтра начнутся еще сугубые торжества, вот я своего рода предтечи этих, наверное, торжеств, но ввиду всяких разных благословений пришлось мне приехать не завтра, а вот сегодня. Так что, ну, воля Святейшего Патриарха, воля Божия. Так что, я думаю, что я посещаю этот приход не последний раз, вот, дай Бог, чтобы количество паствы здесь увеличивалось, поскольку храмов здесь, я думаю, достаточно, но главное подумать о пастве, которую в этих храмах молилась. В общем-то, это и является задачей настоятеля отца Митрофорного Партерея Андрея. Но Актитор, его задача все здесь сохранить, в том благолепном виде, в котором он есть. И смотрю, с честью это выполняет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. ПЕСНЯ ПЕСНЯ